В 2011 году начался подъем Виктории Азаренко. Победа на трех важных турнирах, участие в итоговом состязании в Стамбуле и завершение 2011 года, будучи на третьем месте мирового рейтинга. Так Виктория смело вошла в число мировой теннисной элиты. В 2011 год был такой переворот, наверное, в моей карьере, потому что в феврале месяце мне уже перехотелось вообще играть в теннис. Я вернулась домой и сказала, что все, я больше не хочу этого делать. И в тот момент вся психология, все мое понимание и отношение к теннису поменялось. Я поняла, что я хочу сделать. Это было такое своеобразное видение и желание, бешеное желание чего-то достичь. И я понимала, что я могу достичь своих целей, но мне нужно поменять все, что я делаю. Как я подхожу к теннису. И в тот момент было тяжело, но я видела свою цель и то, чего я хочу достичь. И это мне каждый день помогало работать сильнее и сильнее. И это бешеное желание и мотивация до сих пор у меня есть. Как утверждают многие, 2012 год был лучшим в вашей карьере. Вы завоевали 6 титулов и впервые стали победительницей открытого чемпионата Австралии. Расскажите, есть ли что-то особенное в победе на турнире Большого шлема или разница лишь в размере призовых? Ну, конечно, разница есть. Эта победа для меня была очень-очень важна. Также показать то, что я могу выигрывать турниры такого ранга, а о призовых деньгах никогда не думаешь в этот момент. Это, конечно, всегда приятный очень бонус и чувствуется хорошо, но в тот момент звание титула – это то, к чему ты стремишься, когда ты совсем маленький, начинаешь играть в теннис. Это была первая строчка мирового рейтинга, первая цель, и победа на турнире Большого шлема. И это дает своего рода уверенность в силах, и это такое чувство, которое очень тяжело, на самом деле, объяснить словами. Его нужно чувствовать, и когда к нему, потом испытываешь такую жажду еще раз почувствовать вот этот момент. Следующий год стал еще более вдохновляющим на успех. На Олимпиаде в Лондоне Виктория стала обладательницей сразу двух медалей – золотой и бронзовой. Знаете, я всегда думала, как это вообще завоевать, что это чувство быть олимпийским чемпионом. Я думаю, что пока ты не закончишь свою карьеру, ты не можешь испытать полную радость и полноту этих эмоций. Но это было незабываемое чувство, такая гордость, потому что ты понимаешь, что ты играешь не только для себя, но и за страну. И все смотрят, и все болеют. Это было супер разделительство. А на вас не давила ответственность, что я играю за всю страну, на мне лежит такая ответственность, я не могу принести? Нет, я никогда не думаю так, потому что я, когда я выхожу на корт, я стараюсь думать только о себе и выполнять свою работу. Какое-то дополнительное давление – это ненужные эмоции на корте. Вы как-то, мне интересно, визуализировали годами ранее, представляли как-то такие победы, как турнир Большого шлема, вот Олимпийская золотая медаль. Где-то внутри вы ощущали, что это исполнится, что вы придете туда? Конечно, я всегда представляла это. Когда я совсем была маленькая, играя в стеночку, я представляла, что я играю на больших аренах, на турнирах Большого шлема и выигрываю. Потому что я считаю, это очень важные аспекты, что нужно верить в себя, нужно всегда стремиться к своей цели, нужно видеть свою цель, нужно видеть свою мечту и мечтать постоянно. Я очень верю в это, и мои мечты всегда превращаются, не всегда, но часто превращаются в реальность, потому что я хочу добиться, и я делаю все возможное, чтобы эти мечты забывались. Это очень здорово и очень вдохновляет. В итоге вы завершили 2012 год на верхней строчке рейтинга. Каково это, ощущать себя первой ракеткой мира? Меня постоянно спрашивали этот вопрос, и на самом деле ничего особо не изменилось, потому что это очень приятное чувство осознавать, что ты на вершине своего спорта. Но я никогда не забываю о том, что многие мои соперницы хотят забрать у меня это место, поэтому я всегда стараюсь думать, что я номер один, но работать как номер два. Надеемся, что наши трейдеры по достоинству оценят совет Виктории и смогут не только добиться успеха, но и удержаться на достигнутых высотах вместе с Инстафорекс. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok